Раннее утро. Мы с вами собрались в Парке Победы. Сегодня 80 лет начала Великой Отечественной войны. Сегодня день воспоминаний. И сжато сердце от горячих слов. Сегодня снова день напоминаний о подвиге и доблести всех наших прадедов-отцов. Доброе утро. Сегодня мы собрались с вами в Парке Победы в это мирное утро, чтобы почтить память наших земляков, воинов и тружеников, ковавших победу в тылу. Сегодня день памяти и скорби. Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра, без объявлений войны, без предъявлений каких-либо претензий к Советскому Союзу, фашистская Германия вероломно, нарушив пакт о ненападении, нарушив границы, напала на нашу страну, атаковала наши границы, подвергла бомбежке наши города и села. Началась Великая Отечественная война. В памяти человеческой роковая дата 22 июня 1941 года осталась не просто когда-то, а как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. И сегодня мы вспомним тех, кто пал за нашу великую страну и отдадим честь тем, кто остался жив, но уже не с нами. 22 июня 1941 года была самая короткая ночь в истории нашей страны. Ночь, пропитанная мужеством и болью. И самый светлый, самый летний день в году, самый длинный день земли 22-го. Спали дети, зрели яблони в саду. Вспоминаем, вспоминаем это снова, вспоминаем эту ночь и в этот час. Взрыв, что солнце погасил в кромешном гуле сквозь повязки, неумелые сочасть, кровь народа залила в июне. Шаг за шагом вспоминаем. Смерть за смертью, боль за болью, день за днем, взрыв за взрывом, год за годом, опаленные огнем, год за годом, истекающие кровью. Великая Отечественная война унесла миллионы жизней. Десятки тысяч семей остались без близких и любимых людей. Тысячи стали навсегда инвалидами. В общей сложности, включая солдат, за время тех трагических событий погибло более 27 миллионов наших соотечественников. Только в концентрационных лагерях было замучено около 18 миллионов человек. Дети, старики, женщины, солдаты отдали своей жизни за то, чтобы мы с вами могли жить вот под этим чистым небом. Более девяти тысяч человек из нашего района было призвано на фронт. Каждый третий не вернулся. Безгранична наша скорбь от погибших в войну, об ушедших после. Но силу, а не слабость рождает она. Силу, восхищенную подвигом людей. Благодарность людям, отдавшим свою жизнь во имя нашей Родины. Людям, подарившим нам мир. Наш долг, ушедшим без времени, не оплачен. Наш долг, любить Родину так, как любили они. Сделать для народа все, что они не успели. Войны начинаются внезапно. Ходит по границе тишина, а потом обвал. И сразу пятна красные. И вот она, война. Вот она, гремучая, шальная, вся в лоскутях дыма и огня, землю под железо подминая, целится в тебя. Или в меня? Сложно представить, через какой ужас довелось пройти солдатам, молодым мальчишкам, только закончившим школу. Эти люди стали примером, гордостью народа. Самое страшное, что в событиях минувших дней принимали участие дети, беззащитные, совсем крошечные человечки, успевшие попрощаться с детством, взявшись за оружие, чтобы защитить то, самое сокровенное, что было у них. Годы идут вперед неумолимо, унося с собой жизни героев Великой Отечественной войны. В нашем районе в живых осталось только два ветерана. Война все дальше в прошлое уходит. Уже шагает по планете двадцать первый век, но память о героях не проходит. Об этом должен помнить каждый человек. Слово предоставляется главе администрации нашего района Фаиле Рафаэловичу. Доброе утро, дорогие соотечественники. Сегодня, ровно восемьдесят лет назад, страна проснулась в это же летнее прекрасное утро под грохот канонат. С этих пор, на четыре года, мы ушли за термую войну. С нашего района, как было сказано, уже более трехсот наших соотечественников не вернулось с поля боя, остались там на чужбине. Время уходит. Всего два ветерана с нами сейчас в строю, но наша память должна хранить память обо всех наших ветеранах, обо всех наших соотечественников, которые участвовали в этой кровополитной войне. Ни одна страна в истории человечества не перенесла столько тягот и лишений тех жестоких дней. Давайте будем помнить о них, давайте будем помнить и передавать нашу память из поколения в поколение. Только так мы сможем сохранить память о тех страшных войнах, и чтобы удержаться не было других этих войн. Давайте же быть под чистым, мирным небом. В память о тех, кого нет рядом с нами, зажжем свечи. свеча горит, и бьется пламя, меняет время часовых на вечно те, кого нет с нами, остались в памяти живых. Ваши очи померкли, пламень сердца погас. На земле, на поверке, вы сейчас среди нас. Начинаем поверку. Юрков Алексей Ефимович, капитан, артиллерист, командир батареи Катюш, дошел до Берлина, защищал Севастополь и Сталинград, был в бункере Гитлера, вернулся, женился, родили троих детей с Верой Федоровной Кулагиной, ребенком войны, преподавал историю и общество знания, умер в 1979 году. Светлая память. Пастухов Гурий Назарович, уроженец села Метелей, 1910 года рождения, призван в 1942 году, старший сержант, командир орудия, дважды ранен, имеет награды, орден Красной Звезды, медаль за боевые заслуги, за отвагу, дошел до Молдавии, последний раз был в 1944 году ранен, пролежал в госпитале около года, вернулся домой, не стало отца в 1976 году. Ахметов Беттимир Возле Ахметович родился в 1923 году, участвовал в Германии, Японии, умер в 1985 году, имел медаль за отвагу. Катаркин Павел Леонидович погиб в 1942 году, похоронен в Восточной Почине. Кобелев Александр Александрович, выраженец села Михайловка, рядовой, разведчик. Кобелева Александра Александровна, моя бабушка, труженик тыла, Ширбинин Александра, Ирина Александровна, тоже труженик тыла. Мухаммадир Ахмадула Масалимович, кавалерист. Дошел до Варшавы, вернулся на своей лошади подаренный. Погиб в 1946 году. Умер. Абдулин Гайфула Абдулович стрелок, погиб на территории Украины в 1943 году. И Шерипов Караматов Шерипович также стрелок, также погиб на территории Украины также в 1943 году. Рухтин Степан Васильевич погиб в 1944 году в Украинском Рухтин Дмитрий Степанович умер в 1983 году. Белосуцов Василий Николаевич погиб в 1944 году. Белосуцов Николай Николаевич умер в 1995 в 1995 году. Астанин Яков Дмитрий 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 1907 года рождения умер в блокаде в Ленинграде в 44-м и похоронен Дмитрий Дмитрий Работал в Старо Халилова директором школы. Умер в 1991 году. Тепляков Михаил Иванович, уроженец деревни Усть-Айск. Был призван в 1942 году, дошел до Германии, вернулся живым и умер в 1972 году. Крюсов Данил Константинович. Был сопровождающим поездов, которые доставляли технику на поля сражения. Проезжал от Дальнего Востока до боевых действий. Вернулся живым и умер в 1975 году. Крюсов Николай Захарович, уроженец села Отавка. Наш дед. Прошел всю войну, пришел с фронта раненый. Еще недолго, конечно, жил, работал в колхозе. Умер. Рядин Александр Константинович, уроженец Тривильского района. Боевал с Тривильским, дошел до Сибалтики. Умер в 1961 году. Стофеев Яков Егорович, уроженец Триванского района, села Вознесенки. Погиб под Москвой. Веденевкин Застин Павлович, 1914 года рождения, села Михайловка. Не дошел маленько до Берлина, был тяжело ранен, контужен. Инвалид Великой Отечественной войны, нагрозен многими орденами, медалями. Умер в 1991 году села на Сибуту. Крикунов Иван Иванович. Воевал в стороне Эстонии. Победу встретил на Балтийском море. Дошел до конца войны. Имеет медаль Орден Великой Отечественной войны в 2-й степени. Умер в 2004 году. Шутов Михаил Иванович, 1904 года рождения. Погиб 12 ноября под Соколимградом. Чеквинцев Емельян Иванович находился в плену в Германии. Вернулся домой, награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени. Медалью за победу над Германией. Умер в 1976 году. Скрипов Иван Дмитриевич. Ушел на фронт в январе 42-го года. Воевал до осени 1945 года. Вернулся домой. Всю жизнь проработал здесь в Сибутово. Умер в 1990 году. Ижанинова Скрипова Анастасия Чудоровна. Начала работать в Сибутовской больнице в 1941 году. Проработала здесь всю жизнь. Имеет медаль за доблестный труд Великой Отечественной войны. И сегодня на поверку я хочу озвучить тех, кто мне дорог. Это Поздеев Григорий Иванович, мой свекор. 1918 года рождения. Уроженец села Месибутово. Сержант. Прошел войну. Вернулся домой. Учительствовал в последнее время в Метелинской средней школе. Николай Емельянович Веремей. Веремей Нина Матвеевна. Распахните сердца для памяти. Пусть каждый из нас почувствует на себе строгие глаза доблестных воинов. Услышит чистоту их сердец. Ощутит ответственность перед памятью целого поколения. Склоним головы перед величием их подвига. Минутой молчания почтим их память. Тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за мир и счастье на земле. За нашу жизнь. За жизнь наших детей и внуков. Минута молчания. Минута молчания. Минута молчания. Минута молчания. Уж много лет прошло, как кончилась война. И нет у нас отцов на этом свете. Мы, дети тех отцов, состарились уже и память передали внукам нашим, детям. Несите вы ее с достоинством вперед. И помните, вы правнуки военных, героев и бойцов, и бравых молодцов, людей простых и необыкновенных. Вам руки отдан стяг, нести за шагом шаг, и память нашу, гордость за державу, и мир на ней хранить, и родину беречь, и приумножить нашу славу. Айтар Булатович, вам слово. Свечи можно будет поставить вот сюда потом. Да, 80 лет назад началась самая ужасная, самая кровопролитная война в истории. Но не только нашей страны, всего человечества, которая унесла 27 миллионов жизней в нашей стране. И, конечно же, наш долг – это память. Память о тех, кто не вернулся с полей сражений. Память о тех, кто вернулся и уже в мирное время ушел из жизни. Ну и, конечно же, наш долг – вот эту память передать нашему молодому поколению, нашим детям, внукам. Спасибо, что вы помнили, чтобы не допустить повторения этой большой и великой трагедии, которая произошла в эти годы в мире. Давайте помнить. Спасибо. Есть еще желающие молить слово. Из подошедших хотите назвать имена своих родных? Что ж, искреннюю благодарность вам всем, кто в 4 часа утра пришли отдать дань памяти и уважения. Мы с вами в Парке Победы. Посмотрите. Герои Советского Союза. Полный кавалер Ордена Славы. Мы можем гордиться тем, что на всем Северо-Востоке у нас самое большое количество героев. А это значит, на Дуванской земле живут отчаянные, мужественные, добрые, смелые и любящие свою родину люди. По сей день вспоминаем и будем помнить. И я прошу вас принести в наш музей материалы о своих родных и близких. У нас вышла книга имена на поверке, где указаны фамилии, имена тех, кто не вернулся в Дуванский район. Проверьте. Может быть, там есть ваши родные. А может быть, сведений и материалов о них нет. Готовятся книги, воспоминания участников Великой Отечественной войны, воспоминания тружеников тыла, дети войны и вдовы. Светлая память, доброго дня, доброй жизни, всем здоровья и твердой и крепкой памяти. Убеждения в правоте наших родных они отдали главное. Проливали кровь и жизнь. Сегодня фальсификаторов истории очень много пытаются переписать историю, умолить подвиги наших дедов. И поэтому мы с вами отдаем дань памяти. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы сегодня с нами. Желающих в течение дня приглашаем посетить наш музей. И в 11 часов здесь же будет проводиться митинг. Спасибо вам добра, здоровья и помните. Митинг окончен. Субтитры создавал DimaTorzok